В Армавире напомнили правила детской безопасности на каникулах. Этой весной школьники отдыхают с 20 по 27 марта и вернутся за парты 28 числа. В этот период важно уберечь от опасности ребят, которые остаются дома одни и проводят время вне кружков и занятий без присмотра взрослых. В первую очередь попросим родителей, чтобы они убрали вещества и материалы, которые могут нанести вред. Это различные химические средства, лекарственные средства, зажигалки, спички, которые могут привести к тем или иным последствиям. Ввиду низких температур хочется также добавить, чтобы детям рассказали правила поведения с различными обогревательными устройствами, газовыми плитами и так далее, чтобы не допустить происшествий. Самостоятельному ребенку нужно напомнить безопасные маршруты для прогулок и походов в гости или в магазин. Детям стоит остерегаться заброшенных зданий, технических сооружений, котельных и электрических подстанций, где легко получить травму. Категорически не рекомендуется посещать линии электропередачи и железнодорожные пути ввиду высокой опасности. Ребенок может не видеть самой опасной ситуации, но это может произойти. Расскажу на примере случая, который произошел недавно в «Горячем ключе». Ребенок, переходя вблизи вагона, получил удар током и погиб. Так что прошу родителям тоже разъяснить эти меры и не допускать подобных случаев. На время детских каникул в Армавире ожидается небольшое потепление, поэтому подросткам и младшим школьникам важно знать основы поведения на природе и вблизи водоемах. На реках Кубань, Рупы, в парке Городская роща после ночных заморозков нередко остается тонкий лед, и один неосторожный шаг может привести к трагедии. Перед каникулами детям необходимо выучить мобильные телефоны экстренных служб, которые выручат в случае опасности. Это служба спасения 112, пожарная охрана 101, скорая помощь 103 и полиция 102. Инна Лепеткина, Евгений Халманский, их служба информации, телеканал А360 Армавир.